МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наида, добрый вечер. Спасибо, что к нам пришли. У нас часто бывают гости из редакций газеты «Ассалам». Недавно был Азиз Мичегишева, если не ошибаюсь. Он редактор газеты на кумыкском языке. До этого были представители русского издания. Газета «Ассалам» — это достаточно, скажем так, большое промышленное предприятие, издаваемое по всей России, а сейчас уже постепенно переходящее и в Европу, и так далее. Вот даргинский язык — это один из второй по крупности, по численности в Дагестане. У вас достаточно, скорее всего, богатая история. Хотелось бы о ней поподробнее услышать. И вообще в целом, как у вас строится работа? Да, добрый вечер еще раз. Газета «Ассалам» у нас русская версия, например, если начиналась с 1994 года, издание ее, то национальные языки чуть позже, через пять лет, даргинская версия открылась в 1999 году. У истоков стояла очень известная женщина, журналист, ее знают в республике хорошо, это Нурлхдара Жабова. Очень много лет, девять лет самых трудных, она возглавляла эту газету. Почему самых трудных? Потому что в те годы было очень тяжело, и такие, скажем, радикальные течения очень активно себя проявляли. Вот эти девять долгих лет она возглавляла эту газету без страха, как говорится, и пришлось очень тяжело, но тем не менее она выстояла, газеты до сих пор есть, и спасибо ей большое. Она до сих пор переводит книги и с русских издательств, и разные религиозные темы, и книги пишет. Она ее, как скажем так, заслуги правительство оценила, и республика. Она член союза журналистов Российской Федерации, заслуженный работник культуры республики Дагестан. Она лауреат премии «Золотой орел», «Золотое перо», «Белые журавли» и очень много наград от правительства и республики Дагестан она получила как за такой вот труд. Также она автор очень многих книг на русском, на даргинском, и в настоящее время тоже она хоть дома, но переводит книги. До сих пор газете «Аслам» как-то помогает? До сих пор она и консультируется, да, и недавно к нам гости приходила, вот, проконсультировала нас. После нее, надо сказать, что возглавлять начала газету не менее талантливая женщина, тоже журналист, она, по тематам Вагидова, тоже член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры, лауреат премии «Золотой орел», «Золотое перо», автор многих книг также. Вот она тоже известная в республике, в настоящее время она возглавляет журнал «Женщина Дагестана» на бергинском языке. Вот. После них некоторое время работал Асхаб Джарбаев, около пяти лет он стоял тоже у руля. Также он являлся имамом Левашинского района и одновременно возглавлял эту газету. В настоящее время он имам Сирокалинского района. Также можно отметить Падима Цулейманову. Несколько лет она тоже была редактором этой газеты. В настоящее время она является корреспондентом республиканской общественно-политической газеты «Замана». Тоже на даргинском языке? Да, на даргинском языке. Тоже вот такое наследство досталось мне. Богатое наследство. Да, богатое наследство от таких учителей. Конечно, мы с ними созваниваемся, я у них учусь очень многому. Очень большое им спасибо за консультации, за направление правильное. Это такой нравственный ориентир, нужно сказать, эта газета. Такое нравственное светило, которое несет истинную религию, истинный свет ислама в массы. Ну, в настоящее время у нас штат небольшой. Ну, также можно отметить... Какой тираж у вас, скажем так, последний был? У нас тираж 4100. Ну, это немало? Для печатных изданий в 21-м, как говорится, веке? Ну, немало, но и немного, если считать, что даргинцы у нас по численности занимают второе место в Дагестане и более 500 тысяч даргинцев, да, населения. Ну, иногда бывает чуть обидно, конечно. Ну, так... Ну, может быть, они друг другу дают почитать. Да, может быть. Потому что они делают подшивки, я знаю, и так далее. Тут нужно отметить также еще одного человека, который раньше очень много вложил в эту газету. Это канонический редактор бывший. Он был долгие годы заместителем муфтия. И это Мухаммад Даудов. Сейчас он является имамом центральной больницы. Вот такие люди работали в этой газете и очень большой вклад внесли в развитие и становление этой газеты. Сегодня у вас, как вы сказали, небольшая команда, но хотелось бы уточнить. Вот для газеты, как вы считаете, нужна ли вообще большая команда? Потому что сейчас очень много различных сторонних писателей, которые пишут в различные издания, и эти статьи, скажем так, достаточно хорошего и уровня, и в целом они удовлетворяют многих читателей. Да, в принципе, да. Но штат небольшой, исходя из того, что у нас кто там редактор, канонический редактор, верстальщик, корректор и внештатные, как вы сказали, уже отметили сотрудники. Вот они пишут нам основные статьи. Это Амина Аюбова, Патимат Магомедова, можно здесь Лаюса Юсуфова. Вот они, как вы, внештатные сотрудники, которые нам отправляют статьи, стихи и так далее. И, как вы, материал у нас хватает. Также имамы мечети отправляют свои проповеди. Мы от районов, от районных имамов, от сельских имамов получаем, даже запрашиваем, можно сказать, их проповеди пятничные и так далее. Вот они эти свои материалы отправляют нам. Вот так. Ну, обратная связь с читателем. Как у вас она работает? Вы часто принимаете какие-то письма, какие-то обращения? В любом случае, они как-то ориентируют вас, наверное, на работу свою? Да, естественно. Это безусловно. Мы получаем письма. Эпистолярный жанр еще сохранился, несмотря на прогресс. И в основном пишут нам авторы, отправляют свои сочинения, стихи свои и вопросы. В основном вот эти материалы отправляют. Также про тех ушедших о тех ушедших людях какие-то материалы отправляют о своих родителях, например, о каких-то близких родственниках в назидание будущему поколению. Вот такие материалы отправляют, мы их откорректируем и можем как-то выставить вот так. Очень хорошие стихи отправляют Муса Магомедов, Аля Асхаб Магомедов, Вадимата Магомедова, ну, из Кизляра есть у нас Амаргаджи Мусаев. Тоже вот религиозные очень хорошие темы и в основном вопросы также звонят очень много с вопросами, просят консультировать их по религиозным темам. Мы обращаемся в отдел ФЕТВ и они нас консультируют. Также у нас есть канонический редактор, который нас консультирует, это Дауд Гасанов, очень грамотный молодой человек, по непонятным вопросам я к нему обращаюсь, он по всем канонам вот я лично знаком с Даудом, это очень человек с богатым багажом знаний именно в исламской сфере. Хотелось бы конечно еще узнать о том о темах, они это основа все-таки любой газеты, это скажем так боль сегодняшнего дня, о которой вы наверное говорите, так как газета Асалам это не какая-то скандальная газета, это не те темы, которые сегодня набирают огромное количество читателей, как говорится лайков, слушателей, внимание привлекают, это темы повседневные, жизненные, они больше ориентированы на какие-то семейные ценности, на какие-то общественные, нравственные ценности, вот как вы считаете, вы наверное читаете и русскоязычную газету Асалам, и на даргинском языке, отличаются ли какие-то темы там и тут, или вот именно они в одном русле? Раньше, вот в самом начале они как бы были, дублировали, да, как бы эти газеты, старались то, что в русскоязычной версии перевести и выложить сюда, в национальные газеты, но сейчас уже как бы у даргинцев свои темы появились, свои люди, свои как-то личности, и как-то ну, чуть-то отличаются, да, темы у нас, как бы, как сказать, своих хватает, да, тем и людей, о которых можно написать, взять интервью, и так далее. Ну, в этом, да, различаются. А так, направление у нас, конечно, одно, нравственное начало и так далее, воспитательные моменты вот для подрастающего поколения, вот, например, бывают у нас статьи про известных людей, ну, например, спортсмены у нас в гостях бывают известные чемпион мира, трехкратные по боксу, это Магомед Расул Меджидов, также Магомед Хабиб Абусов, шестикратный чемпион России по перетягиванию канатов, каната, чемпион Европы был Гаджимурад Амаров, ну, такие личности у нас бывают в гостях, мы про них тоже пишем, конечно. Также религиозная составляющая обязательно, это встречи с имамами, встречи с какими-то религиозными деятелями, интервью, там, например, постройка новой мечети, мусульманские праздники, исламские праздники, вот эти, все мы затрагиваем, конечно, и, например, говоря о известных людях, пишем о неизвестных тоже. Сейчас я поясню, один раз меня пригласили на открытие новой мечети, но мы поехали туда взять интервью открытия новой мечети, которую построил спонсор на свои собственные деньги. То есть один человек полностью взялся и построил мечеть? Это мечеть в Махачкале, большая мечеть в Ленинском районе, здесь в Махачкале эта мечеть построена, и мы поехали туда, послушали Маулиды, Нашиды, все очень красиво, большая мечеть, все было прекрасно, и в конце я хотела взять интервью этого человека, но в итоге я его не увидела, потому что он не захотел выйти на людей, захотел остаться как бы вот, чтобы его никто не узнал. Ну, единственное, я знаю, что это человек из Дахадайского района, и что его зовут Ибрагим. И вот в хадисе же сказано, что тому, кто построит мечеть размером с гнездо Куропатки, Аллаху Таала, тому построит в раю дворец, в раю целый дворец. Вот, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить этого человека, Ибрагима, и пусть Аллаху Таала построит ему в раю дворец за такое благое деяние, за то, что он такое дело для... Там очень большая, ну, большая мечеть, очень много людей там помещалось, и побольше бы таких людей среди нас. Возвращаясь к темам, наверное, самые свежие темы, которые вы освещали в последних выпусках газеты Асалам, можно было бы о них поговорить. Вот та тема, которая больше всего интересно вызвала у вас лично, или вообще в целом у зрителей, у ваших читателей. Ну, а также мы затрагиваем темы о благонравии. Благонравие — это самое ценное качество человека, благодаря которым проявляется сущность человека и его по-настоящему мужественность. Говорит наш муфтий шайх Ахмад Афанди на самом деле благо и нрав — это то, что нас приближает к Аллаху, самое ценное, которое нас возвышает перед Аллахом. Ведь пророка Мухаммада тоже к нам отправили, чтобы он проявил благо и нрав. Именно этим он и занимался, и нам в назидании оставлял только благо и нрав. Мы вот освещаем именно такие темы, да, как спасение людей иногда ценой своей жизни из пожара, из воды. Вот очень много таких случаев было, что ценой своей жизни они спасали людей. Даже был такой случай, когда престарелого мужчину спасли из пожара двое ребят, даргинцы, и даже он хоть спрашивал, кто они, какие, откуда. Они даже, ну, не сказали, кто просто имена сказали и ушли, сказали, им ничего не нужно за это. Вот это истинное проявление благого нрава, это и считается настоящее мужество, не боясь ничего, ни смерти, ни огня, вот они вот так бросаются спасать людей. Вот такие темы мы освещаем, это как назидание подрастающему поколению, как воспитательный фактор. Я думаю, что это очень будут ценить наши дети и будут для них, будет это примером. Таких людей они будут брать пример, конечно же, своей будущей взрослой жизни. Ну, я, наверное, сложно будет точно сказать вам это о том, какой возрастной ценз вашей газеты, я имею в виду, не сколько, до какого возраста люди могут читать, а какого возраста люди вообще читают на даргинском языке? Ну, от семи до семидесяти и выше, до скольки сейчас человек доживает. Ну, моя мать прожила до восьмидесяти девяти лет и она читала и была в трезвом уме, как говорится, и в твердой памяти. Читала до последнего из Амана и Асалам. Подрастающие поколения вы видели, чтобы дети читали газеты и так далее? Да, от семи уже. Ну, это радует, действительно. Кроме, редко увидишь детей, которые вообще читают. Да, которые в школу пошли, они уже вот от семи лет они читают. У нас даже есть специальная рубрика детская страничка у нас есть и мы туда помещаем кроссворды небольшие такие на религиозные темы именно для детей. Какие-то истории о пророке, какие-то притчи, небольшие рассказики именно вот ориентированно для такого возраста. А помимо этого, какие еще рубрики вы в своей газете поднимаете? У нас есть рубрика женская страничка. Именно вот на женщину направлены. Там направлены такие ситуации какие-то для женщин, посвященные как на сиат, как на зедание. И мы туда также помещаем какие-то рецепты вкусных блюд, чем можно удивить своих домочадцев, какие-то рецепты по уходу за кожей. Например, женщина должна всегда выглядеть красиво, как вы. И вот такие моменты есть. Также у нас есть рубрика вопросы-ответы, как я уже говорила. Мы консультируемся с отделом Фетмов театра. И вот эти вопросы-ответы, исходя из этого, мы туда помещаем. На ближайший, может быть, год, может быть, больше, у вас какие планы? Вы развиваете свои социальные сети на даргинском языке? Есть ли Ассалам, может быть, на сайте или же у вас есть свой инстаграм? Есть инстаграм Ассалам Дарг. Много подписчиков. Уже больше. Люди активно участвуют в обсуждении статей, там можно оставлять какие-то комментарии. Обсуждают, лайкают, как говорится, комментарии пишут, очень много откликов хороших, пожеланий. И также Ислам Дак тоже выставляет эти национальные статьи на свой сайт. То есть сотрудничество тоже идет с различными сайтами? Да, да. Это у нас есть. Последние новости Вернемся к ним. Что вы планируете в ближайшее время? Какие у вас есть проекты, может быть? Ну, проекты у нас, что у нас было в проекте как бы увеличить число, количество, вернее, полос. Раньше у нас газета выходила вот такая, черно-белая, она была, 8 полос. Ну, сейчас она уже у нас цветная, красивая, она выходит также в Москве, как и русский Ассалам и все другие национальные газеты. Теперь мы выпускаем в Москве. И качество, конечно, улучшилось. Единственное, пожелание и читателей, и наши, увеличить количество полос. На данный момент их 8. И также пожелания были некоторых, у которых другой чуть диалект. На своем диалекте, как бы, чтобы мы помещали статьи, как-то, хотя бы проповеди, ну, с пометкой, что это такой-то диалект. Мы это пару раз делали, тоже хорошие отзывы мы получили. И в будущем, думаю, у нас террас сейчас около, ну, больше 400 тысяч. Думаем увеличить в этом году еще больше, поднять. В основном подписчиков у нас больше всего в Дахадаемском районе и в Кайтакском. Они вот преобладают. В других районах тоже хорошо идет подписка в последнее время. Ну, у них вот преобладает в этих двух районах. Также в городе Махачкала тоже хорошая подписка. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Рассказали столько всего интересного о газете Асалам. Вам дальнейшего развития, успехов. Надеюсь, у вас будет гораздо больше количества подписчиков и, конечно же, подписчиков в Инстаграме. Спасибо вам. Это тоже сегодня важно. Всего хорошего. Уважаемые телезрители, спасибо, что смотрели нашу программу. Меня зовут Завра Длегереев. Я рад, что этот час вы провели с нами. Вам всего доброго и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова